Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий ФИПИ по математике. ОГЭ по математике, вторая часть, номер 23. Геометрия. Прямая параллельная основанием трапеции АВЦД пересекает ее боковую сторону АВЦД в точках Е и Ф соответственно. Найдите длину отрезка ЕФ, если АД равно 35, ВЦ 21 и ЦФ относится к ДФ как 5 к 2. Давайте сделаем чертеж задачи. У нас дана трапеция АВЦД. Мы построили трапецию и запишем условия задачи. Дано АВЦД трапеция. Обязательно укажем, какие стороны у нас параллельны. То есть ВЦ параллельно АД. Прямая А параллельно прямой АД. Проведем ее. Прямая А пересекает отрезок АВ в точке Е. И также прямая А пересекает отрезок СД в точке Ф. У нас соответственно эта точечка Е, а эта точечка у нас Ф. Далее, СФ относится к ДФ как 5 к 2. Сторона ВЦ равна 21. И сторона АД равна 35. Нам нужно найти отрезок ЕФ. Решение. Выполним дополнительное построение. Проведем высоту нашей трапеции. СН перпендикулярно АД. Пусть у нас СН пересекает прямую А в точке К. Обозначим. У нас по условию сказано, что СФ относится к отрезку ФД как 5 к 2. То есть если мы введем коэффициент пропорциональности, давайте это сделаем. Значит, введем коэффициент пропорциональности Х. Тогда СФ у нас будет равно 5х, а отрезок ФД 2х. Обозначим 5х и соответственно 2х. Так как у нас прямая А параллельна отрезку АД, то по теореме о пропорциональных отрезках СК будет относиться к АН тоже как 5 к 2. Ну, если мы введем коэффициент пропорциональности, пусть тогда у нас А коэффициент пропорциональности. Тогда у нас получается, что отрезок СК будет равен 5а, а отрезок КН будет равен 2а. Это 5а, а это 2а. Ну, а тогда весь отрезок СН по свойству измерения отрезка будет равен 7а. Далее в задаче мы будем использовать площадь нашей трапеции. С одной стороны, площадь нашей трапеции АВСД равна произведению полусуммы оснований ВС плюс АД умноженное на H. Подставляя в нашу формулу, у нас получается, что площадь нашей трапеции АВСД будет равна 1 2а, 21 плюс 35 и умноженное соответственно на 7а. У нас получается 21 плюс 35, это будет 56, мы делим на 2 и умножаем на 7а. 56 и 2 сокращаем, это будет 28, мы умножаем на 7а. С другой стороны, мы площадь этой трапеции можем рассмотреть как сумма площадей двух трапеций, которые включены. То есть получается, что площадь нашей трапеции АВСД, она будет равна сумме двух площадей трапеции. Трапеции это ЕВСД и плюс площадь трапеции АЕФД. Я сейчас обозначу весь наш отрезочек ЕФ за У. Тогда у нас получается, что площадь нашей трапеции АВСД это 28 умножаем на 7а. Площадь нашей трапеции АВСД это будет 1 2а, 21 плюс У и умноженное на нашу высоту ЦК. В данном случае это 5а. Плюс площадь трапеции АЕФД это будет 1 2а, ЕФ это У, плюс 35 и умноженное на высоту 2а. Осталось упростить, что же у нас получается, 28 умноженное на 7а равно 20, раскрываем скобки, или мы можем сначала избавиться от знаменателя, это будет 21 плюс у, мы умножаем на 5а и делим на 2. Плюс у плюс 35, мы умножаем на 2а и делим на 2. Избавимся от нашего знаменателя. У нас получается, мы 28 умножаем на 7а и еще умножаем на 2 и равно 5а умноженное на 21 плюс у плюс 2а умноженное на у плюс 35. Мы можем все сократить на а, получается 28 умноженное на 14 и раскрываем скобки. 5 на 21 это будет 105 плюс 5у плюс 2у, 2 на 35 это будет 70. И в результате у нас получается, что 7у равно, мы 28 умножаем на 14, вычитаем соответственно 105 и вычитаем 70. Получаем, что 7у равен, 28 умноженное на 14 это будет 392 и минус 175. Получается, что 7у у нас равно 217, а значит у равен, мы 217 делим на 7. И получается, что у равен 31. Следовательно, наш отрезок ЕФ равен 31. Редактор субтитров А.Семкин